Вложенные запросы Как вы уже поняли по самому названию, так это скорее всего один запрос будет внутри другого запроса. Вложенные запросы, либо подзапросы. Это запросы, которые будут использоваться в конструкциях Select, Insert, Update или Delete. Но чаще всего мы будем использовать эти подзапросы в конструкции Select. К примеру, рассмотрим вот такой вот запрос. Select First Name, Last Name. Ну то есть Last Name это у нас будет как-то так же имя. Это Алия, вспомните. Когда мы при выборке выполняем, то в виде колонки будет указываться Name. Birth Date, From Person, Personals, PC. То есть PC у нас здесь получается как так же Alice. То есть у нас получается схема базы данных Personal, а таблица Personals. И здесь, видите, мы с вами выполняем Join. Также из схемы базы данных Human Resources и таблицей Employees. Вот видите. Алиас у него будет HE, Human Resources. И смотрите, где, соответственно, PC, Business Entity и Human Resources, то есть по ID мы их связываем. Где дата рождения. И смотрите. Select Min Birthday from Human Resources Employee. То есть здесь мы таким образом просто с помощью InnerJoin получаем имя, фамилию, дату рождения. Припустим, что дата рождения находится в другой таблице. А имя и фамилия в одной таблице. Хотя это, в принципе, можно хранить как в одной таблице. Но мы берем человека с минимальной даты рождения. То есть, видите, вот этот вот запрос, где минимальная дата рождения, мы, в принципе, можем с вами выполнить как отдельный запрос. Помните, какие бывают виды запросов на выборку. Это в основном либо одиночные запросы, то есть где мы получаем одно значение. К примеру, то может быть count, либо то может быть сумма какая-то. Это всего одно значение. Либо мы можем получить именно одну строку. К примеру, если мы сделаем выборку, где выберем человека по ID, то тут может быть имя Вася и возраст. И город, в котором он родился. И давайте я вот здесь допишу ID. Это тоже считается как одиночный запрос. Так как, видите, вот это вот все. Это все данные, которые мы вернули. А если бы это был запрос списка, то тут еще были какие-то данные. Так вот, главное, чтобы вот здесь, где мы указываем birth date, было единочное значение, потому что birth date это какая-то дата. Ну то есть типа данных date у нас значение. Правильно? То есть если вот здесь будет положенный запрос select и здесь звездочка я указал, то есть не будет вот этого birth date, вот, from human resources, то мы получим значение не того типа и при выполнении этого запроса у нас возникнет ошибка. Так, вот, давайте еще посмотрим примеры под запросов. Например, мы выполняем, мы берем продукт ID и название продукта с таблицы продукт. Где цвет не, вот видите, not in, где цвет, где мы выбираем цвет с ID 5. Также обратите внимание, вот в этом случае должен быть одиночная, должна быть одиночная выборка. Видите, так как цвет это какое-то значение с ID в арчар. А видите, мы тут указали цвет. То есть, соответственно, нужно быть внимательным. Вот этот вот запрос мы также можем без проблем сделать выборку отдельно. И получим цвет с таблицы продукт, где продукта ID будет 5. То есть, мы здесь получаем все цвета. Вот, видите, если стоит вдруг такая задача, получить имя продукта, ID продукта и имя, соответственно, у которого цвет не будет такой, как ID продукта с номером 5. То в этом случае очень хорошо подойдут и вложенные запросы. Хорошо. Давайте рассмотрим вложенные под запросы, которые зависят друг от друга. Что это значит? Давайте рассмотрим внимательно вот этот вот запрос. Select Order Date. То есть, мы сейчас вот здесь берем дату. С таблицы Order, где Order Date, ну, где дата будет, select Min Order Date, где мы берем, где будет минимальная дата, с таблицы Order, где Order 2 Customer ID равен Order ID Customer ID. Смотрите, что мы вот здесь используем. Здесь мы также и используем связь на самого себя. Вот, из таблицы Order, минимальная дата. Только смотрите, видите, мы вот здесь используем Order 1 Customer ID. Теперь внимательно смотрим вот на этот запрос. У нас вот здесь, вот здесь, мы нигде не указали alias ORT1. Вот, к примеру. А ORT1, alias мы указали примерно вот здесь. Здесь, правда, в примере опечатка, SORT1 и SORT2. Тут, по идее, в принципе, должен быть Order, и ему указать alias ORT1. Да, знаю, немного запутанный пример. Соответственно, это нужно исправить будет. И ORT2. Вот, то есть, видите, вот этот вот подзапрос внутренний зависит от внешнего. То есть, что это значит? В предыдущих двух случаях, давайте вернемся, я вот этот вот запрос смогу легко выполнить без внешнего. То есть, могу этот отдельно выполнить. Также, вот этот вот запрос взять минимальную дату, я также могу отдельно от внешнего запроса. Ну, а продолжение урока смотрите по ссылке на экране или в описании к этому видео. Специально для вас мы подготовили приятный бонус. Воспользуйтесь промокодом, который видите на экране, и получите скидку 15% на все курсы ITVDN.